Дерзкое нападение на полицейских в Санкт-Петербурге и похищение денег. По одной из версий, полицейские перевозили крупные средства. И в этой криминальной истории много белых пятен. Почему они это делали, кому предназначались наличные, есть информация, что это деньги одной из строительных компаний. Но там всё отрицают. Когда прохожий снимал это видео, цепление ещё не выставили. Поэтому и женщина с коляской спокойно прогуливается в нескольких метрах от места происшествия. Поэтому и много зевак. В центре внимания догорающий автомобиль. Полицейский УАЗ. Город на Неве. Пересечение Муринской дороги и проспекта Маршака. Информационное агентство, ссылаясь на источники в полиции, утверждает, что УАЗ полицейских был остановлен в выскочившем на дорогу грузовиком «Газель». Свидетели, рабочие со стройки в течение нескольких недель много раз видели эту машину. Имеется в виду, что «Газель» эта, что она здесь периодически стояла, как бы не стояла. Как только «Газель» заблокировала милицейскую машину, сразу подъехал ещё один, уже легковой автомобиль. И из него, по словам очевидцев, бандиты, предположительных было трое, открыли огонь по сотрудникам полиции. От полученных ранений один сотрудник скончался на месте происшествия, второй госпитализирован. В настоящее время ему оказывается медицинская помощь. Раненый в тяжёлом состоянии, он доставлен сюда, в военно-медицинскую академию Санкт-Петербурга. За жизнь полицейского врачи борются уже несколько часов. Всё произошло в районе новостроек. По неподтверждённой официальной информации, полицейские могли, как инкассаторы, перевозить зарплату строителям. Сумма не разглашается, но деньги якобы похищены полностью. Следственный комитет эту версию нападения на сотрудников полиции пока не комментирует. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным статьей 317 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть посягательством на жизнь сотрудника правоохранительных органов, а также по статье 222 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть незаконный оборот оружия. Криминалисты на месте собирали стреляные гильзы, предположительно от автомата Калашникова. Вот этот человек, свидетель происходившего, рассказывает сотруднику следственного комитета, как преступники добивали полицейских. Нашел к кабине, открыл ее и стрелил. Очевидцы говорили, что нападавшие скрылись в неизвестном направлении на легковом автомобиле синего цвета, вероятный Hyundai Accent. По некоторым данным, похожая брошенная машина уже обнаружена, подозреваемых ищут. Фотороботы составить невозможно, нападавшие были в масках. По данным агентства РИА Новости, за информацию о преступниках полиция обещает выплатить вознаграждение. Миллион рублей. Сергей Зянин, Лариса Никитина, Первый канал.